Музыка Эй, ребят, всем привет! Мы находимся сейчас в кальяной фоге Фрэнс, которая находится в Люберцах Кому интересно, можете сюда залетать Ну и теперь, наверное, вернемся к самому главному Это обзор такого табака, как Магнум До этого у меня уже был выпуск про Магнум Это была легкая линейка За это время у ребят появилась У парня Появилась крепкая линейка И, наверное, тенденция 2019 года Это чай Магнум Но мы, собственно, не будем сейчас говорить про чаи Нахуя нам эти чаи нужны, да? Давайте проговорим про табак Крепкая линейка Собственно, в таких же баночках Немного поменялся дизайн Стала написана здесь такая вещь, как Хардлайн Хардлайн Это Бёрли плюс Золотая Вирджиния Что очень странно, да? Бёрли и Золотая Вирджиния Ну, Голден Вирджиния, кто не знает Собственно, выглядит он внутри вот так вот Ну, это прям здесь, прям реально видно смесь Вирджинии и Бёрли То есть по цвету все можно это различить Но у меня складывается такое впечатление, что здесь Вирджинии больше По запаху Если принюхаться, то реально чувствуется хорошая Вирджиния Но Во всем есть всегда но Да? Давайте, собственно, поговорим о но Бьет по горлу То есть на стадии Самой первой То есть когда ты начинаешь раскуривать Мы, конечно же, немного его уже прокурили Но Даже когда ты его только взрываешь То ты получаешь очень мощный такой удар в горло И не химозный, а именно крепости удар И от него начинает немного прям подшатывать После чего ты начинаешь прокуривать дальше И понимаешь, что все равно начинает именно немного подкрывать Для многих это не понравится Многие потому что хотят более комфортного курения, крепкого табака И я вам скажу так, что с магнумом это не пойдет С магнумом это не работает Реально на протяжении всего курения Вы чувствуете, как жестко вас держит табак Многие сочтут это не очень правильным И многим он не закатит это стопудово А когда я первый раз его прокуривал И не совсем к нему прикурился Получилось так, что я просто сказал Блять, нахуй, в пизду крепкий слишком Курить не буду Но немного прикурившись к нему Попробовав каждый вкус Я понял, что в принципе ок В принципе норм, да Но не каждый сможет так же сделать в принципе норм В принципе ок Многие скажут, что фуфло, говно и так далее Давайте сейчас пройдемся немного по вкусам Пускай пока погреется немного еще И собственно Energy Shot Энергетик Очень хороший, крутой по вкусу энергетик Прям кайф, кайф, кайф Молоко, новый вкус На самом деле в чистую курить невозможно Да и смешивать его тоже как бы надо аккуратненько Потому что очень такой тошнотворный привкус молока Вот знаете, как будто вот она немного протисла И как бы вот так Орехи, топ Орехи тоже прикольные Но в принципе с орехами очень сложно ошибиться Орехи бывают разные Но здесь вот именно такой, знаете, лесной орех Натс Грубо говоря, здесь прям реально вкус Натса Так, это мы смотрели Так, еще один вкус есть Блядь, похуй нахуй Короче, не могу прочитать из-за каллиграфии Но он интересный, свежий и похож на леденцы А именно на какую-то мяту Так себе вкус реально не очень Я бы его не стал покупать даже Потому что его, ну хуй пойми, куда его можно будет смешать А Coca-Cola золотая Сука, хватит ржать, блядь Реально говорю, вкус, блядь Ну пришей к пизде рукав Ни туда и ни сюда он, блядь А Coca-Cola Именно знаете Ну вот по чесноку, да, ребят Вот есть Coca-Cola Darkside Мармеладная Есть Coca-Cola другого продукта, она тоже типа а-ля мармеладная, либо сильно перегазированная. То у Magnum это Coca-Cola, с которой вот очень долго трясли, и с нее, собственно, выдавили весь газ. И она такая вот немного тепленькая. Вот, собственно, это Old Coca-Cola. Ну да, старая Coca-Cola, которая простояла хуево тучу дней в холодильнике открытая. Манго, ребят. Манго, на него тоже надо будет обратить внимание. Это очень нежно-нежно-сладкий манго. С привкусом таким нектаринчика, знаете, тоже очень круто. Прям кайф. И, собственно, конечно же, эта голубика, она тоже под вопросом, она тоже очень странная. То есть, как бы фифтик-фифтик, кому-то да, кому-то нет. И, скорее всего, здесь более естественный вкус голубики, черники. Черники, да, как бы Blueberry это черник, а Blackberry это голубик. И вот даже сейчас, да, мы вроде он постоял, мы там попиздели 4 минуты. По жаростойкости он, ну, выдерживает. То есть, грубо говоря, на минут 7 его можно оставить вообще без курения на 3-х углях. По горлу хорошо проходит в плане того, что, ну, держит тебя, держит прям в плане накуривания и довольно-таки максимально сытный. Прям реально ты его куришь и потом какое-то прям продолжительное время тебе его вообще неохота курить. То есть, неохота курить кальян вообще. Это большой плюс для тех, кто не может позволить себе скурить 5-7 кальянов в день, да, который пришел, грубо говоря, на ланч, перекурился и, как бы, до конца рабочего дня у него больше не будет возможности покурить, да, то это заебись вариант. То есть, ты покурил, тебя ебнуло и ты пошел, блядь, свой офис ебашить на клавиатуре нахуй. А, мы сейчас курим, кстати, энергетик. По продолжительности вкуса, то все окей. Вот, вас заверю, то вкус он держит нам хорошо. Но, вот, именно Бёрли немного перебивает вкус и своим вот этим вот шоколадным оттеночком, да, он немного такие яркие вкусы, типа, где не должно быть вообще привкуса шоколада, либо табачного листа, как энергетик, либо Кока-Кола. Вот он немного там, знаете, так, привет-привет, блядь, здравствуй, здравствуй, говорит тебе и немного это напрягает. Продукт, к сожалению, до сих пор еще не акцизный, но акциз вроде бы уже близко, потому что сейчас любой продукт, блядь, акцизным будет. Хочешь ты этого или не хочешь, нет акциза, а пошел нахуй с рынка, да, собственно, тебе вот так вот скажут. Примерно оценивать по системе баллов, да, там, крепости, да, то есть стабильная такая 7-8, то есть просто стабильная. И говорят, барень, блядь, забей мне что-нибудь сладкое на восьмерку, ты просто берешь магмум и пьешь, блядь, без фрегата, без всего остального, и я думаю, гость будет доволен. По дымности тоже все окей, как бы дымит хорошо, вкус есть. Греется не очень долго, можно раскуривать по истечению, грубо говоря, 2-3 минут, то есть ты добиваешься уже максимальной отдачи от табачного листа, то есть, да, прям курица охуенно. Ну вот, то, что он очень бьет по горлу именно вот этой крепостью своей, то это немного отпугивает от покупки данного продукта. Также есть некоторые вкусы, которые тоже не могут вас отпугнуть, если вы их купите неправильно, то есть неправильный вкус купил, все впечатление о табачке в дно испорчено. Поэтому вы лучше подходите к выбору вкусов, да, то есть прям внимательненько так понюхайте, если есть возможность, потому что на вот таких банках, в отличие от пакетов, ты всегда в магазине можешь его пронюхать. Как бы нет акциза, нет голограммки и все остальное. Что еще хотелось про него сказать? Табак Санкт-Петербурга, да, у нас очень много сейчас табаков Санкт-Петербурга. Есть легкая линейка, но она как бы не совсем легкая, да, это скорее всего медиум какой-то, который прям тоже очень хорошо удерживает на уровне семерки, шестерки. И есть чай у ребят, тоже у парня, у парня, у парня есть чай. Чайные пакетики, блядь, наше все, да, как говорится. И там вот с чаем очень спорная часть, потому что чай обычно это то, что очень лайтова курица, вообще не бьет по горлу, то там прям тоже чувствуешь какую-то вот такую заподлянку в виде какой-то крепости. Ну и собственно по цене очень дешево, скажу так же еще по цене дешево, очень дешево. Даже акции какие-то есть. Поэтому, ребятки, всем пока, это Foggy Friends, люберцы, будет время, забегайте. Это табачок Magnum, все ссылочки в описании, ставь лайк, подписывайся, пока-пока.